Понимаешь, трудно говорить мне с тобой, у вас в городе не снежинки. В белых фарточках школьницы идут гурьбой, и цветы продаются в Дзержинске. Там у вас все деревья в листве, а у нас за версту, наверное, слышно, будто кожа новая. Поскрипывает наст, а в субботу будет кросс лыжный. Письма очень долго идут, почту обвинять не годится. Рассказывали мне, был один влюбленный радист до войны на острове Диксон. Рассказывали мне, был он не слишком смел и любви привык сторониться. А когда она пришла, никак не умел с девушкой-радисткой объясниться. Но однажды в вихре приказов и смет, график передачи ломая, выбил он целую. И принял ответ, что передаешь, не понимаю. Предпоследним словом себя обозвав, парень объяснений не бросил. Поцелуй он выбил. Восемьдесят восемь. Дальнейший разговор был полон огня. Милая, пойми человека. Восемьдесят восемь. Как слышно меня? Восемьдесят восемь. Проверка. Он выстукивал восьмерки упорное зло днем и ночью. И в зиму, и в осень. Он выстукивал, пока в ответ не пришло. Понимаю, восемьдесят восемь. Я не знаю, может быть, все было не так, более обыденно, пресно. Но я твердо верю, жил такой чудак. Мне в другое верить неинтересно. Так и я. Молчание не в силах терпеть. И в холодную небесную просень. Сердцем выстукиваю тебе, милая. Восемьдесят восемь. Эту цифру я молнией шлю. И мчать я через горы и реки. Восемьдесят восемь. Очень люблю. Восемьдесят восемь. Навеки. Субтитры подогнал «Симон»